Салем до стар, вы на канале GoodCarKZ, меня зовут Джаниберг Донда Гулов И сегодня у нас на обзоре Toyota Land Cruiser Prado Абсолютно новый, как заявляют производители И наша с вами задача разобраться, стоит ли он своих денежек Какие у него основные плюсы и какие у него минусы, если они есть, конечно Поэтому обязательно подпишитесь на нашу страничку, если вы этого еще не сделали Поставьте лайки и задайте вопрос, какой автомобиль вы хотели посмотреть следующий Погнали! Новый Land Cruiser Prado 250 на раме от трехсотки Производитель заявляет, благодаря ей каркас автомобиля стал существенно прочнее и жестче Новая модель в Казахстане у дилеров получил новый 2.4 турбированный двигатель мощностью 270 лошадиных сил Который работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Стоит отметить, что в максимальной комплектации такой вариант обойдется вам в кругленькие 45 миллионов тенге А версия Comfort Plus, что у нас на обзоре, обойдется вам в 32,5 миллиона тенге Естественно, допы с пленкой и на выходе мы получаем 34 миллиона тенге Дорого это или нет, решать вам, друзья Вообще, в комплектациях Prado существует несколько вариаций Здесь же у нас 2,7 Сейчас покажем Блин, а где гидроупоры? Где гидроупоры? За 34 миллиончика тенге приходится нам ставить сюда кочережку Ладно, спишем это на то, что владельцу не надо будет туда заглядывать Здесь у нас 2,7 Движок от предыдущего Prado остался таким же цепной Кто-то скажет, что этого недостаточно для такого кузова, который весит почти 3 тонны Ребят, знакомьтесь, это Оскар Непосредственно владелец, мой друг, товарищ Сегодня, Оскар, честный отзыв по Prado Во-первых, благодарю за то, что предоставил автомобиль Разберем все плюсы и минусы в этом видео В целом, понять, стоит ли он своих денег, задача вот такая вот Скажи, пожалуйста, как давно ты владеешь автомобилем? Купил я его в августе месяце В этом году, один из самых первых, как считал Обошелся он мне порядка около 39,4 миллионов тенге И в двух словах, это самый надежный УАЗик на сегодняшний день Я доволен покупкой Альтернативу какую-то рассматривалась? Я смотрел Land Cruiser 200 свежих годов Но я уже понял, что я не могу покупать машины на вторичном рынке И это уже мой четвертый или пятый автомобиль с автослона Поэтому я буду брать только новый постоянно В целом, как он тебе вообще? В целом, меня устраивает очень Он выполнен такой в стиле 70-х, 80-х Какие нюансы можно отметить по автомобилю? Начиная вот от резины, ты рассказал Да, резина, единственное, что на эту машину дорогая Начинается от 400 тысяч инге За один баллон? За один баллон, да Потом нюанс У меня отколол от стекла И это стекло стоит Ну, официальные дилеры говорят 400 тысяч В некоторых местах говорят, что от миллиона тенге, короче, начинается Лобовое стекло Поэтому дорогое удовольствие Поэтому Так Любителям А в оффроудах это надо Хотя, блин, сейчас ты на любую китайскую машину Наверное, да Сейчас цены такие Вот она У меня здесь была небольшая крещинка Непонятно от чего И она пошла, да? Я, короче, дал жару в мороз Я лопнула Пытался остановить, но она не пошла Хотя я ехал по гарантии в Toyota Center Но сказали, случай не гарантийный Рама от 300-ки Ходовая часть от 300-ки Колеса у нее узкие Что позволяет лучше проходить Слушай, лобовое такое, визуально маленькое, да? Большой плюс нашего обзора в том Мы можем его и обосрать, и похвалить по достоинству Проверим динамику самого автомобиля Сейчас мы едем в городском цикле 60 км в час Чувствуешь себя комфортно Но как будто бы Оттуда чувствуется, что автомобиль Немножко как бы напрягается Уходим в тапок Передатчик здесь, кстати, длинный Переключает он Ого На пяти с половиной тысячах Если до отсечки давать Блин, стоит признать, что Как будто бы тяжеловато Но что вы хотели Под продосы 2.7, ребят? В целом Динамики, наверное, достаточно Для кого-то покажется это мало Смотря с чем сравнивать Что вы хотите от этого автомобиля Но за 34 миллиона тенге Если возвращаться опять к сумме Можно было как будто бы Что-то и предложить поинтереснее Важная ставочка, дорогие друзья Если вы еще не подписались на нашу страничку Обязательно подпишитесь Автомобиль у нас не в рекламе А мы его одолжили Поэтому в этом видео Мы его можем как и обосрать Так и похвалить За нашу честность Поставьте лайк Подпишитесь на нашу страничку И напишите комментарий Что вы досмотрели этот выпуск до конца Кто-то скажет Что форма под вопросом Почему вернулись к старому кузову Вот этому квадратному Но на любителя Лично мне Этот кузов как будто бы залетает Все-таки такой Брутально классический Квадратные линии И в целом Смотрится очень даже неплохо Большой плюс этого автомобиля Что он, ребят Японской сборки Он дилерский Он на гарантии Слово японская сборочка Меня очень сильно подкупает Это не наши вот эти вот Сборка, которые говорят Казахстанская сборка Само название Казахстанская сборка Уже звучит как Да вот она так и звучит, ребят Казахстанская сборка Не звучит Как будто бы, знаете Вообще, я не знаю Блин, на самом деле Печально должно быть Но смешно На рынке не было Столько предложений Как сегодня Сегодня За 34 миллиона тенге Можно выбрать Такой сегмент Автомобилей Вот можно Большой список составить Этот же Когда только вышел Все вот так Начали кивать головой И говорить Это очень дорого На первый взгляд Как будто бы Проигрывать В этом вопросе Но Действительно ли это так? Действительно ли Цена завышена Для этого автомобиля? Давайте разбираться В данной комплектации У нас Автомобиль весь черный Кожаный салон Черный Черный потолок, ребят Поэтому Броска брутальна И подстать этому кузову Все подходит отлично Что еще хочу отметить Все на таких вот Прям Кнопочках На которые даже Надо возможно Прилагать усилия И вот Мы слышим Как все вот это вот работает Это большой плюс Тойоты Потому что Прям вот Вот тактильные чувства Что ты вот Нажал на Вот эту вот кнопочку Здесь у нас есть Подогрев Вентиляция Передних и задних сидений Это очень приятно USB Type-C Здесь есть HDMI Для чего он тут нужен Конечно же Непонятно Но Лишним не будет Это факт Что хочу отметить Очень приятно Тактильное ощущение Все очень Выполнено Приятно По мультимедии Большой большой плюс Потому что В Тойотах Предыдущего поколения Это было просто Отставание На минимум 5 лет Здесь же все идет В ногу Со временем Аккуратненько И сам дисплей Такой Довольно таки Качественный И в целом Отклик по автомобилю Все шустро работает Никаких зависаний Пауз И я считаю Это его большой Большой плюс Данного автомобиля Ребят За его Визуал И за его Тактильное ощущение И в целом Как ты себя чувствуешь Рядом И в самом автомобиле 10 баллов Ребят Вот реально 10 баллов Он и современный Нету такого момента Когда что-то лишнее Знаете Нету такого момента Как бы Зачем это сделали Вот оставили бы Вот так Или вот так Здесь же Все как будто бы На своих местах Выполнено все Просто со вкусом Поэтому 10 из 10 Вопрос С интерьером Мы закрываем Ребят На пассажирском Сидении Мы получаем Механическое Сидение За 34 миллиона Тенге Здесь у нас Опа Как на солярисах Ребят Старые добрые времена Хоп Оп И здесь Ребят Вот такая Но Не знаю Плюс это И минус Кстати Памяти сидений Тоже здесь нет Плюс это Или минус Ну как будто За 34 мульта Как будто бы Можно было Блин И сделать Что-то такое Электронное Я уже чувствую Что я купил Этот автомобиль И мои кенты Меня будут Подкалывать Ооо А че А че Это здесь Механическое Что ли Ну Ну да Ну да Ребят Общий средний расход 18 литров Много это или мало Я не знаю Кстати проехали на нем Всего-то 12 тысяч По отзывам владельца Автомобиль себя Отлично зарекомендовал Он не жалеет Что сделал такую покупочку Зеркала Большие лопухи Также квадратные Под стать Кузову автомобиля И в целом Очень удобно Себя чувствуешь За рулем При такой посадке Не знаю Как она покажет себя На дальней дистанции Но здесь Ты себя чувствуешь Максимально брутально Стою здесь И любуюсь им Отдал бы я Потенциальные 34 миллиончика Тенге За этот Японский Кубик В целом Дорогие друзья Да Мне он понравился Пускай он не так валит Как ваши Забугорные Аппараты Но вот этот Надежный Казахский Я не побоюсь Этого слова Народный Бренд Toyota Land Cruiser Prado Достойно Вливается В линейку Внедорожника Рамник В ногу Со временем Выполнены Квадратный Брутальный Черный Блин Он офигенный Ребят Мне он понравился Да Цена Дороговата Да Есть конечно Вопросы Все сейчас Хотят завоевать Рынок Очень много Альтернативы От китайских Производителей Но Купите вы Китайц И будет он у вас Через год Стоит На 5 миллионов Дешевле Это точно Ребят Ну если Учитывая в этом Ценовом сегменте Там 20 миллионов Плюс Он может упасть В цене До 15 Здесь же На мой взгляд Он может даже Подорожать Потому что Вы здесь Получаете Все таки Японский Бренд Toyota А это уже В наших головах Настолько Глубоко Засело Что Людям Не важно Какой там Там будет Комплектации Там еще Альтернатива Какая-то Там Технические Характеристики Хоть он там Будет Летать Ваш Китаец Люди Все равно Будут спрашивать А Toyota Toyota Есть Toyota У вас А вот Есть Ребят Вот Только Стоит Она 34 Мульта На полюшке Вообще Тов Бомба Гонять Так Есть у нас Здесь Так Будем Пойдем Посмотрим Баке Куда мы Вообще Заехали Посмотрим Ну Здесь Степи Ничего Не сделаешь Пацаны Вот туда Боюсь Ехать Там Потому Что Может Быть Непонятно Че Да В траве Но Так Слегка Мы Выехали И она Себя Очень Комфортно Тут Чувствует Это Ее Стихия Это Вот Полевая Еще Где-то Там Что-то Уверенно Едешь Чувствуешь Себя Комфортно Подвезочка Мягкая Высокая Блин Кайфово Продоз Здесь Вот Если Для тех Кто Сеется Еще Что-то Вообще Смело Пацаны В поле Себя Чувствуешь Комфортно Смотрите Как она Смотрится Здесь Е-мое Да Вообще На все Бабки Смотрится Черная Вся Такая Квадратная Офигенно Ребят Вот Я Представил Что Я Посеялся Собрал Ух Какой Хороший Урожай Сегодня Был И вот И взялся Продоз Погнали Погнали Кайф Кайф Ребят Машинка Новая Сбитая Еще Знаете Такая Она По кайфу Понравится Вам Понравится Ребят Подводя Итоги Дорогие Друзья Хочу Вас Всех Поблагодарить Нас Почти 100 Тысяч На канале Осталось 10 Тысяч И чтобы Нас Было 100 Тысяч Вам Надо Поставить Обязательно Лайк Подписаться На нашу Страничку Нажать Колокольчик Чтобы не Пропустить Новые Обзоры Мы Сейчас Уже Первую Часть Сняли Про Новую Санта Фе И Будем Снимать Сейчас Скорее Всего Вторую Часть Про Новую Санта Фе Чтобы Это Не пропустить Обязательно Подпишитесь Пишите Пишите Своё Мнение В Комментарии Стоит Своих Денег Или Нет Как В целом Обзор С вами Был я Жанин Бег Нодогул И Это Канал Гудкар Кизет Где Только Хороший Автомобилет Продолжение следует